Казакова Гранд Лофт В основе общей концепции оформления проекта лежит панорама архитектурных работ Матвея Казакова, которую авторы проекта используют для того, чтобы украсить стеклянную панораму на фасаде здания, а также создать барельефы. Ключевая наша задача состояла в том, чтобы правильно подобрать материалы, которые будут в дальнейшем использоваться на трех разных видах поверхностей. На парковке мы имеем две поверхности. Первая поверхность – это декоративный бетон фактурный, сложный, а вторая – это шлифованные стены гипсокартоновые. В холлах вверху мы имеем инстантскую штукатурку, тоже фактурную. Первая у нас поверхность – это декоративный бетон фактурный. Его особенность и сложность заключается в том, что это неровные стены. Они имеют как выпирание, так и, наоборот, углубление. Сложность рисунка заключается в том, что наши линии имеют толщину полтора миллиметра. И каждая линия, которая будет углубляться внутрь, она будет давать неровность рисунка из-за фактуры. Но мы это избежали и сделали все ровно и аккуратно. Мы приехали на паркинг вначале и замерили все плоскости, все стены, которые у нас будут. После этого нам уже заказчик прислал барельефы, макеты. После этого мы все скомпоновали, посмотрели, как у нас будут смотреться все плоскости, все поверхности, как это будет выглядеть. Нам все это все понравилось, мы отправили на утверждение. Заказчик согласовал, и после этого мы запустили уже в производство. А в производство, это на плотере, мы нарезали пленочку на трафаретере и в трафаретной технике исполнили здесь. Это позволяет нам везде сохранить все линии, сохранить все масштабы, которые будут. То есть все будет максимально так, как на чертеже. Все ровно и аккуратно. Общий состав художественного оформления, который реализовала наша команда, это 13 участков стен, которые находятся в различных частях здания. Для реализации 160 квадратных метров рисунков нашей команде понадобилось 11 рабочих смен. Если вам необходима консультация в выборе материалов и разработке эскизов для реализации высококлассного проекта, пожалуйста, обратитесь к нам за бесплатной консультацией. Мы будем рады помочь вам. Субтитры создавал DimaTorzok